Приветствую всех! С вами комментатор Олег Саламаха и это рубрика Катастрофы в дебюте. Рубрика, где мы с вами смотрим красивые и интересные партии, исход которых определился уже в дебюте. И снова мы с вами меняем формат. Давайте теперь посмотрим интересные разгромы, которые случились в 2015 году. Рубрика у нас теперь будет называться Катастрофы в дебюте 2015. И в ней мы с вами будем смотреть партии шахматистов с рейтингом Фиде не ниже 2300, то есть не ниже мастера Фиде. Причем условие еще такое, что партия не должна длиться больше 20 ходов и партия должна закончиться результативно. То есть либо победой белых, либо победой черных. Ну что ж, приступаем к обзору. Присаживайтесь поудобнее. В первой партии белыми играл Макс Перец против Хенрикеса Вилагры. Было это в Опене в Патагонии, это у нас Южная Америка, 27 ноября 2015 года. То есть сравнительно недавно была сыграна эта партия. Рейтинг белых 2422, рейтинг черных 2511. То есть белыми играл, если можно так по предварительным меркам ориентироваться на рейтинг Макс Перец, черными же ему противостоял Красмейстер. Ну что ж, начнем смотреть партию. Е4, С5, К3, Д6, Д4, СД. Была разыграна сицилианская защита. Атака Раузера. Ферзь Б6. Черные контратакуют и нападают на пешку Б2. Плюс они нападают ферзем и своим конем с поля С6 на коня на поле Д4. И здесь белые играют слон Е3. Защищают своего коня, но при этом оставляют пешку на поле Б2. Которую брать можно, но дальше нужно знать точно, как играть. Ферзь Б2, черные принимают пожертвованную пешку. Белые играют конь Б5, угрожает вилка на поле С7. На это и был расчет. Но черные играют ферзь Б4. И все не так-то просто. Теперь понятно, что после коня С7 шах это будет ошибка. После короля Д8 забирать в 1а8 не очень-то и выгодно, потому что теряется просто конь на поле С3 с шахом. Ну и совсем плохая позиция будет уже у белых, а не у черных. Поэтому белые играют слон Д2. Вот таким вот хитрым способом встают слоном в засаду. Угрожает, например, ход конь Д5. И черные играют конь Б4. Ход, который оказался ошибочным. Ну а почему мы сейчас с вами посмотрим. Потому что после хода конь бьет Е4, ну казалось бы, что после конь бьет Е4, ферзь бьет Е4, с черными все в порядке. Они просто выигрывают пешку. После, например, могут сыграть даже король Д8 и защититься от вилкин, грозящий на поле С7. Ну а у белых есть ход А3. И теперь черный ферзь перегружен. Что делать? Если, например, ферзь уходит, то просто теряется конь на поле Е4. Также ничего не дает черным взятие коня на поле С3. Например, конь бьет С3, нападая на ферзя на поле Д1, ввиду хода АБ. Ну и на конь бьет Д1. Белые, во-первых, играют конь С7 в шах. После король Д8 конь бьет А8 забирают ладью. Выясняется, что еще и конь у черных застрял. Ну а после конь Б2 еще они играют ладья А2. Здесь выясняется, что конь действительно застрял. Но самое упорное сыграть, например, Б5 с идеей, чтобы коня на поле А8 забрать. Ну и после водя бьет Б2, слон Б7. И, например, просто сыграть водя А2, после слона бьет А8, слона бьет Б5, ну говорить совершенно не о чем. Потому что здесь, как мы видим, у белых просто лишнее качество и выигранная позиция. Потеряется еще пешка на поле А7, например, после хода слон БЦ6. И очень сильные слоны, во-первых, у белых. Ну и видно, что их позиции просто выиграны. Поэтому после А3 хода конь бьет С3 нет. Поэтому пришлось играть ферзь С5 и просто отдавать коня. Невозможно защитить коня. После комбит Е4, ферзь Е5, надежда, может быть, была на какую-то связку. Но слон Д3 и все. И выясняется, что черные просто остались без фигуры. Вот так вот гроссмейстер неожиданно загнулся в дебюте. Д5 не помогает ввиду простого слона С3. Ну и теперь, как мы видим, опять же, нет хода Д4 у черных. Нет хода ферзь Е6. Например, на ферзь Е6 последует конь С7 с выигрышем ферзя. Ну а на Д4 последует простейшая комбинация. Просто белые съедают конь бьет Д4. И если конь бьет Д4, слон бьет Д4, ферзь бьет Д4, то слон Б5, шах. И белые забирают ферзя, который остался беззащитным на поле Д4. Белые выигрывают. Поэтому после хода А3, ферзь С5, конь бьет Е4 и ферзь Е5, слон Д3, здесь уже черные сдались. Вот так вот на 12-м ходу произошла вот такая вот катастрофа в дебюте. Ну теперь давайте посмотрим, как черные могли сыграть посильнее. А такая возможность у них, безусловно, была. После ферзь Б4, слон Д2, нужно было не брать пешку на поле Е4 черным, а сыграть ферзь С5 сразу. Теперь выясняется, что если белые играют по аналогии, конь С7, шах, король Д8, конь бьет А8, то это качество, вернее даже не качество, а на данный момент лишняя водья у белых, она не приносит радости, потому что у черных есть сильная контригра, связанная с ходом конь Ж4. Теперь, что делать? Угрожает мат на поле Ф2, ни много ни мало мат в один ход. Как защищаться? Слон Е3 не помогает, потому что провисает конь на поле С3. Поэтому единственной возможностью сыграть, например, ферзь Ф3 или ферзь Е2. Ну, после ферзь Е2 или ферзь Ф3, без разницы, у черных есть ход конь Д4. И теперь снова выясняется, что ферзю некуда ходить. Опять же, куда ходить? Грозит конь БЦ2 с вилкой, поэтому ферзь Д1 обратно. Ну и теперь у черных есть ход конь Б5. Или конь С6, они могут продолжать вот таким вот образом свои угрозы возобновлять. И у белых нет ничего лучше, чем просто согласиться на ничью повторением ходов. Например, ферзь Ф3, конь Д4, опять угрожает вилка. Никакого удобного отступления у ферзя нет. И после ферзь Д1, конь С6, снова у нас получается вот такая вот ничья. Достаточно любопытные, интересные варианты. Может быть, кому-то пригодится для красивой росписи ничьей. Ну а мы с вами идем дальше. Следующая партия была сыграна в Санкт-Петербурге в Рапиде 29 августа 2015 года. Белым играл Евгений Алексеев, черным играл Владимир Захарцов. Рейтинг белых 2642, рейтинг черных 2453. То есть играют достаточно два сильных шахматиста. Ну плюс Евгений Алексеев известен, что это российский международный гроссмейстер. Если не ошибаюсь, он как раз и из Санкт-Петербурга родом. Была у нас снова разыграно сицилианская защита. Но на этот раз было разыграно что-то наподобие варианта Рассалима. Когда белые играют слон Б5 шах. Черный закрывается в конь Д7. Рокировка. Конь бьет Е4. Владя Е1. Д5. Значит, ну вот сейчас база подсказывает, что это ссмейстерская защита. Московский вариант. Называется такой дебют. И здесь черные играют... Вернее, белые играют С4. Прошу прощения. После Д5 белые играют С4. Подрывают центр черных. Ну теперь понятно, что на взятии последует Владя Бет Е4. Последовало СД. Это уже достаточно серьезная ошибка. Но как выяснится в дальнейшем, ошибкой было вообще идти черными на весь этот вариант. Белые сыграли СД. И что теперь делать? Повис конь на поле Е4. Незащищенный. Черные сыграли конь Ф6. Белые забрали ферзь бьет Д4. Ну и здесь случилось нечто совершенно потрясающее. На девятом ходу черные сыграли Ж6 с надеждой фенкетировать своего чернопольного слона. И после ферзь бьет Ф6 уже признали свое поражение. Поскольку, как мы видим, конь с поля Д7 связан. Пешка на поле Е7 связана. И здесь черные просто остались без фигуры в ужасной позиции. Вот так вот на десятом ходу уже сопернику с рейтингом 2453 пришлось сложить оружие. Ну давайте теперь разберемся, что же произошло в этой партии. Итак, после Д4, конь Ф6, слон Б5, шаг, конь Д7, рокировка. Не нужно было забирать эту самую пешку на поле Е4. Таким образом, черные, во-первых, отстают в развитии, но, во-вторых, мы видим, что случилось в партии. Здесь надо было им сначала забрать ЦД. И после ферзь бьет Д4, Е5, например, ферзь Д3 и просто слон Е7. Черные заканчивают развитие и получают достаточно крепкую позицию. Ну, как обычно в сицилианке, слабость на поле Д6 здесь единственная у черных. Но позиция вполне себе обороноспособная. Был же сыграно конь бьет Е4. И вот после этого начались все беды черных. Водя Е1, Д5. Ну и здесь четкий подрыв в Ц4. И дальше мы уже видели, что здесь уже мало что спасает черных. У них уже тяжелая позиция. В дебюте они напутали. Ну и ЦД это, конечно, главная серьезная ошибка. Может быть, следовало еще попробовать сыграть А6. С идеей, чтобы конь на поле Д7 не был связан. Но все равно позиция белых здесь уже достаточно с большим перевесом. Ну а после ЦД, мы уже видели с вами, что произошло. И достаточно вот такой вот серьезный разгром. Всего лишь в 10 ходов российский гроссмейстер победил своего менее опытного соперника. Ну а мы с вами приступаем к рассмотрению последней третьей партии в данной сегодняшней подборке. Партия игралась в Париже, в парижском опене, 8 июля 2015 года. Белыми играл Габриэль Баттаглини. Черными ему противостоял индийский гроссмейстер Ситураман. Рейтинг белых 2449. Рейтинг черных 2623. И партия ярко показывает, каковы последствия экспериментов в дебюте с левыми схемами. Значит, было сыграно Д4, Д6, Е4, Ж6, Ф4, Слон, Ж7, Конь Ф3, С5. У нас разыграно после хода Д5 защита Бинони. Значит, Конь Ф6, Конь С3, рокировка. И здесь белые играют А4. Вот таким вот образом захватывают пространство на ферзьевом фланге. Но ход считается неудачным. Очень редко так играли, судя по дебютной книге и по базе. И, видимо, белые хотели удивить своего соперника, но попали из огня до вполымя, как говорится. Черные играют Е6. Тут же начинают подрывать центр белых. Ну и белые заканчивают развитие, играют Слон Е2, и ход уже действительно считается неудачным. После этого начались все беды за белых. Позиция их уже, как ни странно, похуже, но нужно было здесь играть ДЕ. После Слон бьет Е6, все-таки слабая пешка на поле Д6 давала белым какую-никакую, но игру. Например, можно где-то было конь Б5 сыграть, начать пытаться цепляться к пешке Д6. Они же сыграли Слон Е2, и после ЕД, ЕД, черные заканчивают удобное развитие, играют конь А6. И что самое интересное, их план очень простой. Конь идет на поле Б4, Слон, например, идет на поле Ф5, и начинается страшное давление на пункт С2. Плюс конь с поля Ф6 может, например, выпрыгнуть на поле Ж4. И сейчас мы увидим, какие могли возникнуть варианты. Было сыграно конь А2, белые совершенно уже растерялись, они не пускают коня на поле Б4, но Ф5 шаг. Как ни странно, это двойной удар на короля и на пешку. Ну и здесь уже хочешь-не хочешь, а надо было играть С3, защищая пешку на поле А4. Они же сыграли Слон Д2, намереваясь, может быть, опередить соперника в развитии, но черные, не боясь, съели пешку на поле А4. Сказали белым спасибо. После конь С3 отвели Ферзя, Ферзь Д7. Белые заканчивают развитие, рокировка, ну а черные играют конь С7. И здесь уже, как ни странно, на 13-м ходу белые признали свое поражение. Позиция их плоха, они, во-первых, без пешки, и плюс у них и позиция хуже. У черных ясный план, например, наступление просто на ферзьевом фланге, своими вот этими вот пешками. А что делать белым, совершенно непонятно. Вот так вот белые загнулись в 13 ходов. Ну давайте теперь посмотрим, что, например, могло возникнуть вместо хода конь А2. Конь А2 уже считается достаточно серьезной ошибкой, понятное дело, что белые так в дебюте играть не должны. Они могли сыграть рокировка, что здесь не могло понравиться белым. А именно ход конь Б4. Теперь угрожает слон Ф5. Если, например, слон С4, то черный осуществляет свою угрозу. Слон Ф5 угрожает взятие на поле С2. Например, если водя Ф2 вот так вот попытаться как-то защитить пункт, то тогда конь Ж4. Мы напродаем еще и на водю, ну и после водя Е2, черный играет слон Д4 шаг и позиция становится совсем грустная у белых. Черные атакуют со всех сторон. Что делать, непонятно. На король Х1 последует просто конь Ф2 с выигрышем качества. Ну а конь бьет Д4, ЦД, ферзь бьет Д4 опять же невозможно, потому что конь бьет Ц2 и снова эта вилка. Приходится просто отдавать качество и оставаться в плохой позиции. Поэтому после 13-го хода конь Ц7 вот здесь уже белые просто сложили оружие, то есть подписали бланк и поздравили черных с заслуженной победой. Ну что ж, сегодня мы посмотрели с вами три достаточно интересных партии, как с позиционной, так и с комбинационной точки зрения. Если видео вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами же был комментатор Олег Сломаха. Всем спасибо и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!